Ну и сама Ульяна Супрун не сдаётся, и по крайней мере на своей странице в Фейсбуке Минздрав пытается наладить коммуникацию с обществом. Например, на этой неделе реформаторы объяснили украинцам, какими будут обязанности у семейного врача и какие услуги первичной медпомощи можно будет получить бесплатно. Базовые анализы, кардиограмму, быстрые тесты на инфекционные заболевания. Но здесь вот знаете, что интересно? В Фейсбук у нас в стране читают далеко не все пациенты и врачи, а вот нормальной коммуникации Минздраву не хватает практически со всеми, в том числе и с докторами, которые, представьте себе, иногда даже не знают, какие вакцины в Украине есть, а какие нужно искать. Почему украинцы вынуждены ездить лечиться в соседние страны, когда могут и должны получить такое лечение на родине, выясняла Инна Белецкая. Для этого она даже отправилась в медтур в соседнюю Беларусь. Бегал и впал, и загнав стекло в руку, Остап поднимает перевязанную руку, неудачное падение на прогулке с друзьями, общий наркоз, операция, бесконечные перевязки и озабоченные родители. Им сказали, необходима противостолбнячная профилактика. Обязательно. И ближайшая за границей Беларусь. Именно туда за вакциной по совету врача Остапа едем и мы. Для транспортировки препарата одолжили сумку-холодильнику фармацевтов. Первая остановка – небольшой городок Столин, у самой границы. Обходим все аптеки. Ищем дальше в Пинске. Наконец удача. Нам говорят, вакцина есть в районной больнице. Едем туда, в рампунте, к таким вопросам готовы. Говорят, купить анотоксин у них, конечно же, нельзя. Но легко можно привиться. Для белорусов – бесплатно. Для иностранцев – по специальному прайсу. Экстренная профилактика столбника с приемом доктора, с препаратами и с работой медицинского персонала стоит чуть больше 30 белорусских рублей. То есть это если, не знаю, сколько на гривне, если в евро, то это около 15 евро. Нам объясняют пациенту, с раной, которая может быть инфицирована, достаточно иметь при себе заключение украинского врача и список прививок, которые он получал. Охотно демонстрирует холодильник в манипуляционном кабинете. Здесь есть все – и анотоксин, и сыворотка для профилактики. Здесь же наш неприкосновенный запас, неснижаемый запас, о котором я говорил, на случай, если вдруг у нас будет заболевание столбника. Но не дай бог, у нас такого нет. Но столбняком в Беларуси не болеют. Десятилетиями не болеют и в Польше, прививают анотоксином там и по графику, и в экстренных случаях, в государственных и частных клиниках. Ирина Украинка, которая живет в Варшаве, после удаления клеща ей сразу назначили прививку анотоксина. А вот в Украине столбняк есть. Только в этом году заболели пятеро детей. Все непривитые. В начале августа трехлетнюю девочку спасали от столбняка львовские врачи. А эта история наделала много шума год назад. Тогда пятилетнюю Надю Савушкину спасали всей страной. И счет шел буквально на часы. Ты стоишь и просто смотришь, как твой ребенок лежит, просто умирает. И ты не знаешь, достанешь ли ты это лекарство или нет. Это было самое ужасное вообще. Такое никому нельзя пережить. Маленькую Надю спасли. Противостолбнячную сыворотку привезли контрабандой. Сейчас девочка чувствует себя нормально и даже сняла корсет, который носила год. Спинка и ребро были сомты. Ножками она плохо ходила. Ну, а сейчас, слава Богу, бегает, чувствует себя хорошо. Рисковала пополнить список заболевших и Людмила Витковец. Она учительница младших классов и депутат Ривненского райсовета. Помогала родителям на огороде, проколола ногу сухой травой. Через три дня попала к хирургу с диагнозом флегмона. Операция прошла успешно, но врач сказал искать вакцину и сыворотку. Но в лекарне ее нет. Нет уже протяжении долгого периода, даже несколько лет. И он не знает, что она вообще на территориях нашей области. Искать вакцину взялись друзья-волонтеры, нашли препарат российского производства. Вышли на Ольгу Богомолец. Вона, в свою очередь, связалась с начальником областного отдела охраны здоровья Осипчуков. Он сообщил, что эта сыворотка есть в нашей области, что область от нее обеспечена. И они ее мне ведут. В итоге волонтеры все-таки нашли сыворотку, а в управлении об обещании забыли. Дальше самое интересное. Звоним в министерство, там уверяют, на токсин есть в регионах. Начинаем искать и действительно находим. В одной из аптек в Ривненской областной больнице. Это на токсин украинского производства. Впускает его харьковская фирма, которую связывают с сыном экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Сам завод – объект строго засекреченный. Но и без директора известно, что анотоксин покупают в несколько сетей аптек в Украине. И о его наличии можно узнать. Однако чиновникам, наверное, проще сказать, что препарата нет. Мы, конечно же, сказали чиновникам, где искать препараты. Еще раньше они узнали о наличии сыворотки. Еще в июле Минздрав направил письмо, где четко указал. 59 доз иммуноглобулина – гуманитарная помощь из Германии – лежат на хранении на предприятии Укрвакцина. И врачи могут ее получить по заявкам из управлений. Но Ривненское управление почему-то молчало. То есть сыворотку для Людмилы могли доставить по одному звонку. А чтобы привить Остапа, его родителям совсем не нужно ехать в спасательный тур за границу. Но украинские медики об этом не знают. Им просто забыли сообщить те, кто обязан был это сделать. Чиновникам тоже очень не хватает сыворотки. Сыворотки правды. Инна Белецкая, Сергей Бордюжа, Николай Василюк. Подробности недели – телеканал Интер. Украина, Польша, Беларусь.